Неизвестно, чем все это закончится. Мамы уже удалили половину органов, потому что просто начался перитонит, и органы начали разлагаться внутри. Уже несколько недель жизнь Александры Малышевой похожа на страшный сон. С болями в животе она обратилась в районную больницу в надежде на скорую помощь. Но, по словам дочери, так и не дождалась. Фельдшер, который доставил маму в стационар, поставил предварительный диагноз, что у мамы непроходимость кишечника, нужно срочно оперировать. Врачи сказали, что мы сами лучше знаем. По словам дочери, врачи были уверены – боли в животе, последствия химиотерапии. Ведь до этого Александра несколько лет боролась с раком. На прошлой неделе, будучи в стационаре, она пожаловалась дочери, что ей стало хуже. Я звоню на горячую линию Минздрав. Мою жалобу приняли. Звоню сразу же лечащему врачу. Врач говорит, что у мамы все хорошо, можете не звонить даже. Такими грубыми фразами. Я хочу узнать у вас по поводу ее лечения. Она сказала, что сейчас вроде какую-то операцию нужно делать, но я ничего не поняла. Она очень слабо говорит. Нормально она говорит, я с ней разговариваю. Мы ее будем переводить в город. Автомобиля не будет, будет самолет утром, в воскресенье. Но врач говорит, если ты хочешь, чтобы тебя увезли в Улан-Удэ, ты должна купить бузы, помидорки, колбаски и так далее, чтобы накормить врачей, которые за тобой приедут. Если этого не будет, то и врачей не будет. А вот чек, датируемый 20 августа. За продуктами Александра ходила сама в шесть вечера. За несколько часов до вылета в Улан-Удэ. Действительно ли был такой инцидент, еще предстоит выяснить. Врач, который лечил женщину, он кто был? Врач-хирург. Я в тот момент не могу сказать, но врач-хирург. Нет, он не работает. Да, у него договор был. Закончился срок договора. Все мероприятия провели. И по договоренности 21-го госпитализировали в РКБ Семашка. И хирург договаривался. Эту информацию родственники Александра опровергли. Говорят, стажером врач точно не был. Доктор опытный, со стажем. Как сообщил наш источник, недолго работал там потому, что заменял врача по контракту. В Министерство здравоохранения Республики Бурятия поступило обращение от дочери пациентки. В рамках ведомственного контроля проводится проверка фактов, указанных в обращении. Лечение пациентки находится на контроле. Сейчас Александра лечится в РКБ имени Семашка. Женщина перенесла уже четыре операции. Дома ее ждут трое детей.